Рыбак! Матч! Аронмор славился своими рыбаками не одно столетие. Всё изменилось в 2006-м с введением запрета на ловлю рыбы Европейским Союзом. Когда Евросоюз ввёл ограничение на ловлю лососи, рыбакам было предложено обменять их рыболовецкую лицензию на деньги. Можно было заработать от 15 до 50 тысяч евро, но с одним условием выкупить лицензию обратно уже нельзя будет никогда. Ирландские рыбаки назвали это предложение сделкой с дьяволом, и ни один из 20 рыбаков на острове Аронмор на это не согласился. С тех пор эти ржавые суда, предназначенные для ловли рыбы, так и стоят немым напоминанием о прошлом. Нили — потомственный рыбак. Он точно знает, на какой глубине, в какой части океана и в какое время года нужно расставлять сети. По его словам, в этих краях насчитывается около 50 сортов рыбы. Однако после запрета ему разрешено ловить только крабов. Вот это самец, а это самка. Мы сдаем крабов на завод по 1 евро 15 центов за килограмм, а потом крабовое мясо отправляют во Францию и Испанию. Это бизнес на грани выживания, поскольку литр солярки для корабля дороже килограмма крабов. Однако Нили не жалеет, что не сдал лицензию. Эти лицензии передавались из поколения в поколение, от отца к сыну. И что я скажу своим детям? Сынок, ты не можешь быть рыбаком, как твой дед, потому что папа продал лицензию? Коммерческая ловля лосося в Атлантике была запрещена после того, как эта рыба была признана исчезающим видом. По некоторым данным, в этих местах осталось менее 40% лосося от того, что было в 70-х. Львиную долю улова забирали большие сейнеры. Местные рыбаки вылавливали всего по 300-400 рыб в год. Но европейский закон уравнял всех. Одних лишил бизнеса, других средств к существованию. Наши предки приехали на этот остров не для того, чтобы обрабатывать поля. Рыбаки, как охотники. Вот наши поля, они до сих пор полны рыбы, которую мы не можем ловить. Это черт знает что. Все равно, как крестьянина поставить на поле, дать плуг, трактор и запретить пахать. Последний гвоздь в крышку гроба рыболовства на острове Аранмор вбило, как ни странно, ирландское правительство. Пойдя по стопам старших товарищей из Брюсселя, местным рыбакам полностью запретили добывать рыбу. Кроме той, что годится только на наживку для крабов. Вот эту рыбу, мы называем ее наждачной, можно ловить, но она несъедобна. Конечно, раньше, во время Второй мировой, ее солили и ели. А сейчас только для наживки годится. Нас предало наше собственное правительство. Вот письмо, которое нам написал помощник премьер-министра до того, как победил на выборах. Он даже приезжал сюда. Он пишет, я займусь вашей проблемой. А вот его же ответ уже после выборов. Вопрос решен и не требует дальнейших обсуждений. Нас кинули на произвол судьбы. Здесь нет ни рыбы, ни фабрик, а главное, нет будущего. Мы просто медленно умираем. На живописных высоких берегах зияют черными дырами окон брошенные дома. У кого есть куда ехать, стараются покинуть остров. 80% жителей острова без работы получают от государства пособие, которого от силы хватает на продукты в местном магазине. Для тех, кто едва сводит концы с концами на стене объявления, в долг не проси. Свою рыбу ловить на острове запрещено, зато продается замороженное. Евросоюз и об этом позаботился. Вот она. На ней даже написано «Дёнигал Кэч». Дёнигал — это граф, где я сейчас нахожусь, то есть местный улов. Но на оборотной стороне можно прочитать, что рыба изготовлена в Норвегии. Норвегия не входит в страны Евросоюза, и, соответственно, на ней не сказываются ограничения на ловлю лосося. Вам не кажется странным, что на рыбе, выловленной в Норвегии, стоит название «местный улов»? О, да. Причём рыба может быть выловлена совсем недалеко от наших берегов, в нейтральных водах или на Аляске. С этой глобализацией ничего не разберёшь. Сегодня на острове, некогда населённом рыбаками, осталось всего пять человек, которые, как и Нили, каждый день перебирают сети в надежде на то, что запрет на ловлю рыбы будет снят. Мы очень злы на ЕС и на наше собственное правительство, которое не защитило рыбаков. Рыбная ловля была нашей жизнью. Мы-то знаем, что рыбы здесь есть, и её много, но мы не имеем права её ловить. Сточка невозврата совсем близко. Корабли, уже семь лет ржавеющие без работы, скоро не смогут выйти в море. И когда Евросоюз решит, что пришло время возобновить ловлю дикого лосося, местная рыболовная династия будет уничтожена. На смену ирландским рыбакам придут большие сейнеры из других стран, или иммигранты с востока. В том войске Максим Катаев, Марина Романова, НТВ, остров Аранмур, Ирландия.